Я рад приветствовать вас на телеканале Impact. Спасибо, что вы с нами. До программы «Влияние» сегодня я ведущий. Снова я представляю своего друга. Юра Аскеров, приветствую. Будьте благословенны. Большое спасибо. Welcome back. Мы в прошлый раз говорили относительно значения и места, местоположения еврейского народа в истории. Мы даже чуть глубже копнули, так сказать, еще пошли в XIX век, чуть в XVIII, XX также. А сегодня мы будем продолжать эту тему. Да, и эта тема очень интересная. Почему? Потому что Израиль – это мировые часы. Я снова повторяю эту фразу «Израиль – это мировые часы». И сегодня мы будем смотреть на эти мировые часы и снова смотреть в Писании, в Слово Божье. Дело в том, что тема последнего времени, она вызывает большой интерес. Да. Потому что ряд людей, даже с теми, с кем я общаюсь, в рамках даже нашего служения Impact, круглосуточного, они говорят, вы побольше, почаще вы поднимаете эти темы. Но одному из своих собеседников я так сказал на этот счет. Он на поставленный им вопрос ко мне говорит, вы открываете более в деталях, что будет происходить, и ГОК, и МОГОК, и место Китая, и Ислама, и России, и прочее. Я говорю, брат, в каком вы возрасте? Он говорит, по-моему, ему 89, стукнуло недавно, говорит, 89, почти 90. Я говорю, дело в том, что для вас тема последнего времени, ну, по возрасту будем говорить, если учитывая предостережение Моисея 70 при большей крепости 80, то для вас тема последнего времени, она очень актуальна. Но многих событий, я к чему? Многих событий, ожидающие последнего времени, ожидающие, многих событий могут не дождаться. А знаешь почему? Потому что для них последнее время может наступить в любое мгновение. В любое время. В любое время. Нам бы хотелось, чтобы все жили долго, и счастливо, и благословенно, и не умирали. Лучше, по большому счету, но так не бывает, и так, наверное, и не будет, Юра. Лучше, когда все будут живым и встречать Господа. Но все-таки многие из событий, происходящих, из знаменик последнего времени, они подготавливают нас к тому, что мы живем в период церкви последних дней. Я ее называю церкви последних дней. И тем не менее, ряд из событий, они еще не завершены, даже по Писанию. Поэтому об этом мы сегодня и говорим. Пожалуйста. Хорошо. Знаете, в Библии есть очень интересная книга. Это книга Евангелиста Матвея. И там есть две очень интересные главы, для меня лично интересных. Это 24 и 25. То есть это эсхатологические главы. И в конце 24 и в начале, то есть и в 25 главе, описаны четыре эсхатологические притчи. То есть эти притчи говорят о том, какой должна быть церковь последнего времени. То есть активное ожидание Христа. Другими словами, некоторые заснули. Ну, библейский сон, это получается как духовная смерть. Но в данном случае Писание говорит, что церковь должна быть бодрствой, должна быть активной и должна активно ожидать Христа. Как активно ожидать Христа? То есть делать его дела. Ну, кстати, кстати, вот в тему 24 глава начинается, она ты помнишь с чего? Да. Это притча о десяти делах, да? 25-е это начинается. 25-е, да. Я говорю за 25. Притча о десяти делах. Все прекрасно знают, где были те, где были те, где оказались впоследствии одни и другие. И Христос увязал эту притчу о десяти делах со следующей притчей. За таланты. За таланты, совершенно верно. И там стоит запятая. Между этими двумя притчами, то есть бодрствуйте и между притчами, что мы должны делать и как вкладывать эти таланты, да? И что делать с этими талантами, куда их инвестировать, что Христос в следующем притче. Между ими большая взаимосвязь. Потому что мы в проповедях разрываем эти две притчи. Мы отрываем первую притчу от второй. Но Христос увязал их. Потому что когда Он сказал, ибо и так бодрствуйте, ибо не знаете вы какой сын человеческий ваш придет, запятая, и начинается следующая притча, знаешь как? Ибо Он поступит как человек, который ушел в далекую страну, вручил имение свое, рабам своим призвам вручил имение. То есть эти две притчи. То есть, как ты говоришь, это состояние ожидания, активное состояние ожидания. Выражающиеся в том, получив талант, используй их до последнего дня твоей жизни. Хорошо. Юрий, я тоже хотел бы вернуться к 25 главе. Что Иисус сказал этим девам, пятерым, у которых светильники погасли? Когда они потом начали стучаться, говорить, Господи, что Он сказал? Да бы не хватило и у вас, и у нас. Нет, Он сказал, я никогда не знал вас. Ну, впоследствии, да. Вот смотрите, вот этот термин, не знал или знал, это в данном случае чисто еврейский термин. Он означает не то, что мы думаем сегодня. А ну-ка. Ну, мы думаем сегодня, что знать, вот мы познакомились, мы знаем друг друга. В данном случае говорится совсем другое. Я просто наведу похожее место. И познал, отдам жену свою, и стали двое одноплодь. Другими словами, слово «знать» еврейское, это означает соединиться воедино. В данном случае говорится за людей, которые были в церкви, приходили в церковь, возможно, пользовались дарами Всевышнего, но они не вступили в завет с Господом. Их удовлетворяло это положение, в котором они есть. Но Писание говорит о том, что мы должны соединиться с Господом, и когда Он придет, Он заберет своих. Вот это же написано, наверное, тоже слово, оно торжественно слову познал, это соединяющийся с Господом, есть один Дух Святой. Аминь, аминь. То есть есть и тело Христово, и когда Дух Святой будет забирать церковь, Он будет забирать свое тело, а не инородные тела, которые находятся, как говорится, около этого тела. О, ты такую серьезную тему поднял, свое тело. А кто не претендует на то, чтобы быть в этом теле? Разве мы не претендуем? Разве я не плачу десятину? Или, по крайней мере, священный доллар комканный бросаю в тарелку проходящую? Разве я не участвую в вечере ежемесячно, раз в месяц? Нет, тут говорится, соединение с Господом, вступление с Ним в Завет. Потому что Завет... Через водное крещение? Да, да. Вот смотрите... Так, обожди, ну все, все же вступили в Завет. Ну, не все, не все. Все омочились, может быть, омочились. Я знаю многих людей, которые говорят, а мне это не надо, меня удовлетворяет это положение. Ну, Юра, я тебе другую сторону возьму. Многие омочились, но в Завет не вступили. Ну, уже это, это, ну, извините, я боюсь говорить за этих людей, почему? Ну, да. Потому что, когда человек находится во власти Господней, в любую минуту его жизни Дух Святой может повернуть этого человека и сделать из того, который ничего не хотел, ревностного поклонника Господа Иисуса Христа. Согласен. Я знаю это по нашей церкви в Нововолынске, мы знаем много таких людей. И я знаю этих людей сегодня здесь, потому что, когда Дух Божий начинает работать, а Он теперь имеет право и власть. Это очень важно. Мы сами добровольно дали Ему и право, и власть действовать в нашей жизни. Тогда Он начинает работать. Но давайте мы немножко возвращаемся в очень интересную тему, тему за Израиль последнего времени. И мы в прошлый раз говорили о том, что история Израиля, она изобиловала очень интересными вещами. Другими словами, были учителя закона. Ну, как они говорят, на них был пророческий дух. Другими словами, мы говорим сегодня о том, что пророческий дух только в церкви пятидесятников харизматов. Но когда я читаю книжку Дана Ричардсона «Вечность в их сердцах», там говорится о том, что очень много даже язычников имели на себе Дух Божий. И он приводит вроде страну Бангладеш, где люди за 200 лет до прихода христиан, они получили откровение через своих шаманов, что придут люди с запада с белой книгой от Бога. Они построили молитвенные дома, они ждали. 200 лет. Их пробовали обращать буддисты, их пробовали обращать мусульмане. Они терпели над собой многое, но они дождались этого времени. Я не буду рассказывать эту историю, но кто хочет, пожалуйста, найдите книгу Дана Ричардсона «Вечность в их сердцах» и прочитайте. Это удивительнейшая книга. И даже Павел пишет в деянии апостолов за одного человека, который был греком, с острова Крит. И это тоже очень интересная история. Ну, продолжение этой истории, 100-летней давности, 200-летней давности, или с острова Крит, продолжением является то, что Христос является мусульманом, и которые мусульмане видят Иисуса Христа. Да, это тысячи свидетельств, даже звучащие в рамках влияния у нас. Тысячи свидетельств, что ни с того ни с сего явился Христос и говорит «следуй за мной». И мусульманин, который ни о Христе не слышал, который придерживался строгих законов Ислама, начинает быть последователем Иисуса Христа. Поэтому это действительно, что Дух Божий, Дух Святой, он действует настолько многоразлично, многолико и многообразно. Аминь. И вы знаете, очень интересная история. Буквально где-то около 80 лет назад умер один из самых знаменитых каббалистов Израиля Ребека Дури. Да. Ну вы знаете эту историю, да? И он написал что-то сыну и сказал «вскрыть через год». У сына спросили «как папа?» Говорит, папа умер, как говорится, был чистый разум, все. Через год вскрыли это письмо при адвокатах, все. И там было каббалистическими знаками написано для сына. Сын, я нашел Мессию, то есть Иисуса из Назарета. Ну и тогда сын говорит «да у папы там с мозгами было не все в порядке». Ему сказали, слушай, вот год назад ты говорил чистый разум. И вот 250 лет назад один из ученых иудаизма расшифровывает одну притчу, которая была сказана во 2-3 веке. Притча примерно говорила о том, что они плыли на корабле. Ну корабль, это хорошее путешествие и все. И они увидели остров. И они сошли на этот остров и начали готовить себе кушать. Но остров это был не остров, это была рыба. И когда ей стало жарко, то есть ей начало пекти, она перевернулась на другой бок. То есть и они упали и говорят, если бы не корабль рядом, мы бы утонули. И вот 250 лет назад, друзья, я еще раз повторю, 250 лет назад идет расшифровка этого текста. Израиль будет владеть своей землей. Земля будет процветать. И они будут иметь под собой один народ. Один. Друзья, это было не сказано ни 50, ни 60. 250 лет назад. Когда земля Эрц Израиль была пустыней. Потому что турки ввели огромные налоги на деревья, все деревья вырубали. Другими словами, это была пустыня, это были болота. И вот теперь они говорят, что когда с этим народом поступали как-то иногда нехорошо, то есть и этому народу вставало как бы жарко, и он начинал как бы вести борьбу. Говорит, нам было плохо, мы чуть не утонули. И если бы не корабль, то есть если бы не избавление. То есть они говорили о том, что время, когда они будут в земле Израиля, до времени избавления, оно очень короткое. Очень. Признаками этого будет то, что земля откроется для евреев. Мы с вами говорили, что приехал где-то в 60-х годах главный мусульманин Италии. И он сказал еврейскому, то есть журналистам, и он сказал, что палестинцы ошибаются насчет того, что эта земля ихняя. Говорит, почему вы, главный мусульманин Италии, Рима, вы говорите такие вещи? Он говорит, да, я это говорю. Почему? Потому что многие тысячи, то есть столетия, христиане и мусульмане завоевывали эту землю. Но земля закрылась для них. Она не давала им плода, она не давала ничего хорошего. До того времени, когда вы пришли сюда. То есть земля открылась для вас. И это видно всем людям. Как это не видно тем, которые живут на ней? И вот получается, часто с палестинцами была вражда. Вражда была на основании мусульманского, не то что закона, а мусульманского положения о доме мира. Мы с вами когда-то говорили, что ислам, мусульмане делят мир на две части. Дом мира, это все мусульманские страны, у которых один закон, у которых один пророк, у которых одно писание, у которых один календарь, у которых общая история и общая, как говорится, бытность этих народов. И с другой стороны, дом войны, это все не мусульманские страны, которые надо или обратить, или уничтожить. Неверное, так называемое, неверное. Да. И хотя они игнорировали слова Мухаммеда, когда Мухаммед сказал, если люди, которые живут с вами, они хотят жить мирно с вами, живите. Вы знаете, просто однажды человек, один мне сказал, что в Коране нету ничего, Мухаммед не говорил ничего о мире. И я просто заинтересовался этим, я нашел эти слова. Я нашел эти слова, я просто не помню сейчас, где они написаны, но они реально есть. В какой-то суре написано. Да, да. Да, да, и другой раз, если, когда мы, ну если пригласите, конечно, и скажете, я найду эти места, я принесу Коран и я покажу. Хорошо. Ну и получается то, что земля будет давать хорошие плоды, все. Правда, цены будут высокие. Они говорили тоже, цены возрастут сильно. И вот теперь этот народ, с этим народом, и этот народ будет постоянно как бы иметь конфронтацию. И говорит, если бы не рядом было бы вот это искупление, говорит, мы бы погибли. То есть, получается, кто выступил в роли корабля? В роли корабля идет искупление. Ну, искупление, оно имеет формы. Ну, в данном случае искупление это время этого искупления. Время. То есть, там не обозначалось ни страна, ни человек, просто период. Да. Другими словами, искупление будет на территории ту, которую сегодня имеет Израиль. И то, что мы будем говорить дальше, оно будет подходить к этому всему. Ну, потому что мы имеем дело с историей, и мы имеем дело с Писанием. А мы знаем, что Бог, которому мы верим, это Бог, который руководит историей, который ведет историю, и который, извините, как игрок на шахматной доске, он расставляет фигуры так, чтобы сбылось то, что написано в Писании. Мы знаем это, я не знаю, мы говорили в тот раз или нет, о рождении Христа. Буквально, для того, чтобы Мария родила Иисуса в Вифлееме, Богу нужно было потревожить самого праведного царя Рима, то есть императора Рима Августа, который издал указ, который пошел в Сирию, и оттуда в Сирии он распространился в Иудею, первосвященнику. И эти люди, которые уже как бы руководили Израилем, они дают повеление всем сделать перепись именно там, где были их родители. И Марии с Иосифом пришлось идти где-то около 80-100 километров, для того, чтобы именно она родила в нужное время именно в Вифлееме. Ну и плюс к этому, не только это, Господь потревожил небосвод, звездный небосвод. Аминь. То есть в его планах было запустить ту Вифлеемовскую звезду, которую впоследствии видели не только пастухи, видели ангелов, но также волхвы видели звезду на востоке. То есть Господь действительно вот эта невидимая, но настолько она реальна, эта десница, как мы говорим, рука, она двигала всеми этими процессами. Вы знаете, Юрий, об этом говорить очень интересно. Если бы она сейчас была не эскатология, то есть не последние времена, можно было очень много говорить. Хорошо. И мы видим то, что Израиль, именно Израиль, будет именно той точкой на мировой карте, где будет проходить последнее время. Ты не говори в будущем, говори в настоящем. Хорошо. В настоящем. Нет, ты не говори об Израиле в будущем времени. Ты не говори, не будешь сам. Происходит. Действительно происходит. Хорошо. Что говорят раввины? Они говорят, что страна, которая на севере от них. Север от них обычно мы считали все Россию. Но евреи считают по карте, это Ирак. И вот говорит, эта страна Ирак, она первая потерпит наказание. И она попадет под власть одной из христианских стран, которая возглавит. То есть это Америка. Это Америка, да. Которая впоследствии возглавит определенный блок. Мы за него тоже поговорим. И этот блок впоследствии пойдет войной против Израиля. Вернее, против Иерусалима. Хорошо, ну давайте мы немножко как бы в деталях. Хорошо. Мы видим то, что Иерусалим сегодня, он выходит из-за своих крепостных стен. Мы это видим. И мы видим то, что о нем говорилось. Говорили 250 лет назад, что Иерусалим разрастется. Он не будет в крепостных стенах. Потому что арабы долгое время своими законами держали как бы Израиль в крепостных стенах. Ну, Господь не только 250 лет назад говорил. Господь в книгах пророка много об этом говорил. О том, что все-таки это будет специальный город и специальная земля обетованная. Но ты говоришь то, что 250 лет назад это в Талмудах было оставлено евреями где-то в Европе. Нет, но это не в Талмудах. Потому что Талмуды, если мне не изменяет память, в Вавилонске был написан где-то или 600-й, или 800-й год нашей эры. Уже нашей эры. Потому что был Иерусалимский где-то 300-400-400-й год и в Вавилонский где-то 500-600-й года. Он написан был уже в Вавилоне. Он больше расширенный и все. Но это уже идет как бы толкование. Хорошо. У евреев есть очень интересный метод толкования Писания. Пешер. Вы знаете, когда мне приходилось вести в библейском колледже и в библейском институте темы за разбор Писания, я выступал против этого метода. Но я смотрю, евреи вольно пользуются им. И этот метод, он приносит довольно интересные оплоды. Этот Пешер. Пешер, да. Что это такое? Это наложение обстоятельств на Писание. Вот, например, когда римские войска подошли к Иерусалиму. В 70-м году. Да, 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 да. Император Тит. Да. Там было написано, что Вавилон разрушит Иерусалим. Но они наложили и Вавилон стал Римом. Теперь Рим у них стал Эдомом. Получается, подгоняют. Да. Это подгон получается, да? Ну, получается подгон. У евреев 70 методов толкования Писания. Да. Я знаю только где-то 5 или 6 методов толкования Писания. То есть 4-5 еврейских, несколько христианских. То есть, и эти все методы, они очень интересные. Почему? Потому что с разной позиции они помогут посмотреть на Писание. Вот, например, интересная тема. Авраам, падение Авраама. Ну, мы смотрим, вай-вай-вай, Авраам, да он такой, да он там Сару свою отдал. Но для чего это писалось? Моисей же писал о своей праматушке, извините, не для того, чтобы опозорить ее. Ну, да. Он писал для того, чтобы показать евреям аналогию. Какую? Смотрите, как тогда Авраам зашел в Египет, так и Израиль зашел в Египет. Авраама пригласили, дальше. Израиль тоже пригласили. Дальше, мы видим, что фараон, фараон, начал издеваться. Другими словами, он забрал Сару. Да. В данном случае тоже забирали много женщин, то есть евреек, как бы в рабство. Дальше, говорилось о том, что Бог сильными ударами накажет Египет за Сару. Наказал Египет за Сару. Так же самое, он накажет Египет за еврейских женщин. И последнее, они выйдут с золотом, серебром и с большим богатством. То, что произошло и у Авраама, и у израильского народа. Да, это литературный контекст Писания. Все. Он оставляет нам, как появился народ Маав, Омон. Все. Мы знаем эту историю. Но мы смотрим теперь на нее совсем с другой позиции. Нас учили еще по-другому. Индуктивный и дедюктивный. Два метода толкования. Но ты продолжай. Но я не знаю эти методы. Я немножко другие методы знаю. Ты еврейский, ты более... Тебе что-то есть в корнях. А ну-ка признавайся нам здесь в эфире прямом. Ну, благословенный. Говорят, пошкреби каждого украинца и найдешь там еврея. Найдешь, найдешь. Мой папа с Кавказа, горный еврей Кавказа. Ну, видишь, да. Тат, я... А ну-ка продолжай. Ну, по еврейским законам я не еврей. Я понимаю. Там родословие идет по матери. Я понимаю, да. Хорошо, друзья. И мы видим то, что Израиль, Израиль, он находится и сегодня в центре. Почему? Мы сказали, что Америка, Америка, она возглавит это. Ну, мы остановились на том, что все-таки то, что произошло, то, что на северную страну указывают евреи, о том, что это Ирак был. Да. И затем Америка взяла Ирак и сейчас доминирует в Ираке. Да. И что самое интересное. При прошлом президенте Обаме Америка повернулась к Израилю совсем другой стороной. Это такой шейн был. Это такой позор был для Америки. Да. Вместо того, чтобы помогать, защищать, потому что, извините, был дружеский договор. Я часто говорю за расхождение Украины с Россией. Почему это все? Потому что был нарушен братский договор. Когда надо было спасать Украину, они обратились к России. Не помогли тогда ни турки, ни татары, никто. И в данном случае мы видим, что сейчас делается между этими братскими народами. Так же самое и здесь. Нарушен братский договор. И теперь те, которые стояли на защите, финансирование страны. Ну, мы знаем, что примерно 60% капитала Америки, оно в руках евреев. Да. Но теперь этот человек повертается, и он начинает возбуждать Европу против Израиля. Европа это было место, где постоянно были евреи. Франция, Англия, Испания, Португалия, Россия, Польша, другие страны. Белоруссия. Белоруссия, но это наши страны. Да. Это наши страны. И сегодня взять нашу Волынскую область, половину городов это еврейские города. И Житомирская область. И Житомирская. Но это была зона оседлости. Да, да. По Киеву. Совершенно верно. По Киеву. Это была Волынская губерния, столица в Киеве. Совершенно верно. Да. И было очень много евреев, было очень много... И вот эти евреи сегодня в Израиле. А в наших странах мы знаем, что делалось по отношению к евреям. Но мы вертаемся к Америке. Америка, мы пока смотрим, она как бы вертается назад. Возвращается. Да. Человек, который стал сегодня президентом, за которого голосовало большинство, и особенно верующих людей, и евреев. И мы знаем, что его зять, это тоже ортодоксальный еврей, хасид. Мы видим, что... А ну-ка, кстати, а ну-ка чуть приложи толкование относительно... Асидизма. Асидизма, да. Хорошо. Дело в том, что в 17 веке нашей эры на территории Украины возникает новое движение. Другими словами, до этого времени, до этого времени, ортодоксальный иудаизм, были люди, которые в большинстве исследовали писания. Это раввины, это их ученики. Остальных людей называли ам-а-арец, то есть люди земли. Или как мы сегодня называем, простофили. Черно-рабочие. Да-да-да. Этих людей, ну, мало кто приветствовал, все. И когда после восстания Богдана Хмельницкого, когда на Украине было вырезано 400 тысяч евреев, после того, когда Шаббатай поднял там свой шум, и впоследствии он принял ислам, многие евреи просто упали духом. И вот в Подолии появляется мальчик, который впоследствии вырастает, и он начинает двигать новое учение. Что говорит это учение? Каждый еврей нужен Богу. Каждый еврей нужен в прославлении Господа. Каждого еврея любит Бог. И вот эти, и твое служение, они строили больше на эмоциях, на радости. То есть практически оно началось на просторах Украины. Да-да-да-да. Потом пошла сильная вражда между ортодоксами и между хасидами. То есть хасиды это как праведные. Ну и получается, эта вражда дошла до того, что хасиды начали исследовать Писание. Углубляться. Да-да-да. А ортодоксы начали променять радость. Да. Радоваться. Хорошо. Но когда люди приезжали в Эрц Израиль, и те, и другие, они примерялись. И вот теперь есть у нас в Америке несколько домов хасидских движений. И самый крупный это был Любавический дом. И последний раввин этого, как говорится, дома, Монахен Мэндл Шнейрсон, которого евреи хасиды признали мессией. Он себя не признал. Он не сказал, что он мессия. Он проживал в Америке. Да-да-да. Он проживал в Америке, в Нью-Йорке, и погребен в Нью-Йорке. И в Нью-Йорке, как говорится, сегодня есть поклон, то есть паломничество к его могиле. И, кстати, взять президента Трампа... Да, хасид. Хасид. Любавический хасид. Он последователь этого движения. Да. И дочь Иванка, она приняла... Приняла иудаизм. Но приняла иудаизм в этой последовательности. Да. Не просто иудаизм, потому что это очень важную ремарку ты сделал, что это иудаизм, но с оттенком определенным. И, хорошо, чем это чревато, как ты думаешь? Именно. Ну вот, о взаимоотношениях. Вот их отношения к действующему Израилу. Хасидов? Да. Дело в том, что хасидское движение до сих пор не признало государство Израиль как государство. Дальше. В календаре любавического движения нету даты независимости Израиля. И когда Шнейрсон был жив, я скажу, что это человек великого духа. Почему? Потому что возродить из пепла движение, довести его до мирового, довести его до того, что... Ну, к простому руководителю движения приезжали руководители многих стран мира за консультацией. И, между прочим, Украина не раз была спасена благодаря ему. Потому что было его заступничество. Почему? Потому что у нас родина хасидизма. У нас. Интересно. Почему любавические хасиды, они на большие праздники не едут в Иерусалим, они едут на могилы своих цадиков на Украину. И одно из них на Украине, там, где погибли где-то 32 тысячи, и Бритславский Ребе попросил похоронить себя именно там. И сегодня очень много евреев приезжают на могилу этого человека для того, чтобы поклониться. И словам этого человека, то есть устам принадлежит очень интересное выражение. Земля – это узкий мост. Главное – не промахнуться. Интересно. Интересно. То есть, Юра, получается, что евреи евреи рознь. Потому что мы их сбрасываем в один баняк украинский, и это все думаем. Но, оказывается, там есть разновидности, так как и разновидности из 50-ти. Есть реформированный иудаизм. Реформированный иудаизм. Который даже в проповедях иногда употребляют речи, которые говорил Иисус. Ну, сегодня мессианский иудаизм в Израиле уже признается только иудаизм, а не церковь. Да, да, да. Интересно. Потому что сегодня евреи приезжают и говорят, ребята, ну не присылайте к нам своих миссионеров. Почему? Потому что это евреи, они хотят его сделать язычником. Не надо субботы, не надо обрезания, не надо кошерной пищи. Да вообще ничего не надо. Для них это кощунство. Для них это кощунство. Совершенно верно. Для них это кощунство. Поэтому вот смотри, вот эту интересную мысль ты сказал. Если последователи этого движения иудаизма с центром в Нью-Йорке, да, и там, где у них очень серьезная синагога, я слышал, они практикуют, я слышал, что зять с дочерью Трампа, они практикуют практически постоянно. Насколько основными постулатами этого движения, что есть основные, ты подметил, они не признают независимости, потом следующее, что там? У них нету даты освобождения Израиля в календаре. Тоже нету? Нету. Они не признают, они говорят, что Израиль создаст именно Машах. Тот Божий Израиль, потому что сейчас Израиль светское государство. Хоть там есть Министерство религии, которое многими вещами ведает, но это идет светское государство. Самое безбожное, самое, что не есть мерзкое по проявлению игомиков. Это центр проявления вот этой нечистоты. Я понимаю, Юрий. В Тель-Авиве, кстати. Я понимаю, как говорит Писание, что если человек отходит от Бога, в него входит 7 злейших, 7 злейших, и тогда бывает, то есть для человека плохо. Тогда вопрос на засыпку. Я от других, также многих слышал, что ты являешься знатоком, скажем, даже специалистом в области. Ой, благословенный, но это сильно. Но это я от других слышал. Я в беседе общаюсь ряд с тобой времени уже продолжительно, я, так сказать, подтверждаю. Вопрос на засыпку. Каким образом, каким образом со всем этим вместе взятым, что мы говорим, что являет собой сегодня безбожный Израиль, каким образом благосклонность все-таки Творца Всевышнего, благосклонность, все-таки она, это милующая десница и рука, тот, который собирает Израиль в одну... Как можно сочетать в себе вот то, что мы видим, проявление, все, что не есть низменное, низменное. Казалось бы, казалось бы, вы являетесь, говоря о евреях, вы являетесь прямой ветвью, ветвью, не человеком насажденным, но Богом утвержденным. Начиная от Авраам, о чем мы говорим, как может быть самое, что не есть мерзкое и низменное, вот этих воплоти человека, да, греховное, мерзкое, как оно может быть столь ярко выраженное в том месте, где некогда обитала такая великая слава Божия. Хорошо, вот снова же, люди, которые толковали Писание, они говорили, что в последнее время перед искуплением мораль будет, как морда пса. То есть, они это говорили, это будет сильное падение нравов, сильное падение морали. И именно среди Израиля. Почему? Я часто задаюсь вопросом, почему, Господи? Я часто задаюсь тем же вопросом у нас. И вопрос приходит один. Когда пройдет искупление? Чтобы люди понимали, это не их заслуга, это милость Божья. Вы знаете, за это слово милость я готов кричать. Почему? Потому что мы сегодня привыкли все что-то делать по заслугам. Но это милость Божья в нашу жизнь. Это милость Божья в ихнюю жизнь. Это милость. Это слово, которое было сказано Аврааму, праотцу. Это слово, которое Еремия говорил, посмотрите на луну, на солнце. Вы можете поменять их завет? Нет. Так же самое. Никто не отлучит, как говорится, Израиль. Израиль остается народом Божьим. И пусть сегодня много людей говорят, что это не так, это ложь. Но, извините, мы видим это. Мы видим это в Писании. Мы видим это сегодня в жизни. Мы видим это на, как говорится, мировой арене. Израиль остается Израилем. Божий Израиль. Но придет время. То есть, мы сейчас говорим о де-юре и де-факто. Потому что де-факто мы видим совершенно плачевную картину, происходящую. Там нашим Господом Иисусом Христом в Израиле торгуют направо и налево. Торгуют торгаши моими и твоим Господом и Спасителем. То есть, но де-юро, то есть, если так приложить толкование, юридически и фактически. Но де-юро все-таки, то, что Бог, ну ничего там. Де-юро это Богом установленное определение и Богом установленное обетование для израильского народа. То, что избавление придет, то, что Мессия будет принят, то, что израильский народ обратится к Богу. Они, хотя они пройдут этим тяжелым путем, они пройдут жестким путем, они пройдут через убиение, они пройдут через обезглавление. Но все-таки они узрят того, кого они пронзили. И узрят, кого они пронзили. Поэтому, но фактически и юридически пока мы видим несоответствие, к сожалению. Но молимся, молимся об Израиле. Хорошо. Но, Юрий, у меня идет целый ряд следующих вопросов. Хорошо. Закончи мысль тогда, и у меня следующий вопрос. Хорошо, давайте вы следующий вопрос, а потом просто мне напомните за то, что вы говорили. И я хочу подвести, как это все будет исправлено. Здорово. Смотри, например, роль и влияние, как мы говорим, религиозного мира в последние дни. Если мы будем сочетать, здесь же, смотри, как мы говорим, ну оставим иудаизм, третью мировую религию. Возьмем христианство и мусульманство. То есть, ислам, да. Вот сама роль их в происходящих событиях и во всех этих действиях, которые грядут. И будет ли переплетение одного или второго для того, чтобы наказать Израиль? Вот интересный вопрос. Будет, будет. Снова же я возьму толкование людей, которые в иудаизме писали, что они говорят. Они говорят о последнем времени и о том, что будет сделано. Будет организован блок, в который будут входить христианские и мусульманские страны. И сейчас мы видим, идет создание этого блока. Идет создание для борьбы против терроризма, это раз, и для защиты Израиля. Ну то, что Трамп начал на Ближнем Востоке. Да. И там действительно образовался очень серьезный блок. Большая дружба с Америкой и с рядом европейских стран. Я согласен. Хорошо. Но Захария, Захария, ну давайте мы пока Захарию немножко оставим в покое. Пока этот блок организовывается. Пока многие страны видят надобность этого блока. И они смотрят и свою выгоду в этом блоке. Якобы против терроризма. Да. Ну, например, Саудовская Аравия. Саудовская Аравия, очень много нефти, все. Люди боятся снова же терроризма. Терроризма, потому что у них идет конфронтация с другой ветвью ислама. С иранской. Да. Иран это шииты. Их 10%. Саудовская Аравия это сюниты. Их 90%. И будем так говорить, в Саудовской Аравии находится Мека, это основной центр. И находится Медина, могила Мухаммеда. Да. Другими словами, это священная для всех мусульман страна. Но мы видим, что идет конфронтация. И буквально год назад Саудовская Аравия казнила одного проповедника шиитов и где-то около 40 его последователей. Что вызвало огромную реакцию у Ирака. То есть у Ирана. У Ирана. Другими словами, они боятся Ирана. И снова же, то оружие, которым сейчас владеет Иран, оно может достать Саудовскую Аравию. И Иерусалим тем более. И Иерусалим тем более. Хотя их основным врагом являются евреи. Они говорят, что мы сбросим евреев в море и выможем землю еврейской кровью. Хорошо. Этот блок создается, но впоследствии и Иран будет в этом блоке. Потому что переводится перечень государств, которые пойдут войной на Израиль. И вот теперь, оставляя все, мы говорим. Хорошо. Вы немножко сказали за религию. Религиозное положение. Мы видим, что сегодня протестантские более направления. Они выступают за Израиль. Например, католицизм и православие. Они выступали против Израиля. Я тебе сделаю поправку. Ты правильно сказал протестантские. Всегда добавляй евангельского направления. Хорошо. Ну, для меня протестанты, потому что они всегда протестуют. Это тоже верно. Хорошо. И евангелисты, они больше настроены на Израиль. Да. И я помню, когда в 93-м году через благословение нашей церкви создавалась еврейская община. Церковь поддержала. Церковь благословила. Если был вопрос, какое-то финансирование или транспорт для евреев, у церкви проблем не было. Юра, что надо? Автобус, день и все. Мы делали первый еврейский вечер. Нам выделили автобус. Мы свезли всех евреев. Мы делали этот вечер. Они сидели, плакали. И потом после этого они попросили, можно мы что-то скажем. И я помню, когда многие говорили, смотрите. Раньше мы шли по улице, нам кричали, эй, ты морда жидовская. Я вот сейчас на работе работаю тоже с евреем. Он говорит, в Одессе моя бабушка вынуждена была говорить, что она караимка. Это еще одно направление иудаизма. Которое даже немцы не трогали. Почему? Потому что евреев ненавидели и все. И мы видим реально, что эти вещи были. И вот евангелические больше, евангелецкие. Да, евангелецкие. Не все протестанты, потому что знаю лютеране, Мартин Лютер выступил против. Конечно. И вот сегодня евангелисты, они выступают, они молятся за Израиль. И тогда мы провели три еврейских вечера. И у меня была молитвенная группа, которая молилась сугубо за Израиль. Сугубо. У нее не было другой цели, кроме молитвы за Израиль. И мы тогда видели конкретные результаты. Мы-то их видели. И вы знаете, девочки, которые приходили на эту группу, они были просто, ну как, воодушевлены этим. Я не знаю, что их воодушевляло так, но они молились, и это было благословением. Хорошо. Мы видим. Но мы видим, что и многие сегодня не приветствуют этого. Ну а католики? Смотри, католики православные. Ну, католики сейчас, последний Папа Римский, что-то более-менее началось движение. Почему православные, у них отношение к Израилю такое, не холодное и не горячее? Ну, дело в том, что снова же идет, будем так говорить, положение о том, что евреи распили Христа. Понятно. Вот это то, кстати, что доминирует. Доминирует, да. Я согласен. Но мы смотрим, что евреи, ну хорошо, кто-то скажет, ну что ты нам новую политику распинали римляне, вердикт вынес римский военачальник, который имел право. Но, да, горстка евреев, маленькая горстка евреев, она кричала распни его. Да. Потому что было дело перед Пасхой, и ортодоксальные евреи, святые люди, они к Пасхе готовились, они кричали. И там только были, ну извините, нахлебники. Мятежники. Мятежники, да. И вот мы видим, православие теперь берет этот догмат, и оно начинает, ну я им говорю. Плюс, Юра, плюс к тому небезызвестный патриарх, патриарх, да, православной церкви, или как его называют, его называют, ну главный поп. Да, там идет сфера влияния, там идет сфера влияния, и он больше, то есть влияние православной церкви более распространено на то, чтобы оно настолько сейчас политизировано, кстати, политизировано во всех проявлениях, что здесь стоит вопрос удержать массы народа, удержать под сводами своего влияния авторитета и территориальной целостности, так называемого российского мира. И поэтому не мудрено то, что для них Израиль это там, ну где-то там вот так, на Ближнем Востоке. Хоть я бы сказал бы не очень. Почему? Ну, дело в том, что кнесят Израиля, и многие государственные здания расположены на территории русского православного подворья. Совершенно верно. И Израиль платит деньги России за это. Да, совершенно верно. И это тоже, то есть связи есть, связи есть. И я сегодня смотрю, что, ну как, число православных священников-евреев, оно становится немножко больше. Больше, да? Да, да. Хорошо. Католики. Папа Римский. Ну, последний Папа Римский, он как-то более обращен к евреям, и даже он сказал, что евреям не надо проповедовать Евангелие, потому что они и так спасенные. Но тогда, извините, опускается авторитет слов Иисуса Христа и апостолов, которые проповедовали евреям. Да. И поэтому, ну, я, например, не соглашаюсь с этими словами, но я не соглашаюсь с тем, какой евангелизацией мы идем сегодня к евреям. Понимаете? То есть я понимаю, для того, чтобы проповедовать евреям, я должен знать Тору, я должен знать Танах, я должен знать хотя бы немножко Талмуд и традицию. А разве не достаточно помазания и силы Духа Святого в твоих устах? Вы знаете, благословенные, это хорошие слова, это высокие слова. Ну, извините, у нас же был опыт, когда перхом, я не знаю, или как его, когда у него первые ученики были крещены Духом Святым, было помазание, он отправил их на миссию, все они повертались. Да. Почему? Не было знаний. Не было знаний. А обычно благословляется то, что посеяно. Ну, семечку посеяли, ну, вырос подсолну. Итак, мы возвращаемся к блоку все-таки. Хорошо. И вот этот блок, который будет существовать, и, по всей видимости, главенствовать будет Америка. Ну, в иудаизме есть очень интересная фраза. Когда Дух определенный сходит на человека. Другими словами, каждый человек для определенного времени ставится. Мы не знаем, кто это будет. Или это будет Трамп, или это будет следующий президент. Мы не знаем. Но в определенный момент на него сойдет Дух. Юра, держи мысль. Держи мысль. Потому что ты заставил меня произнести следующую фразу. Ну, мысль держи насчет Духа. Когда ты сказал относительно Трампа, я глубоко верю, есть этому подтверждение, что Трамп это переходная фигура. Очень короткого периода. Потому что та лавина, которая началась глобализацией, глобализацией. Той же самой исламизацией. Это то, о чем мы говорили до эфира с тобой. То есть эта лавина, она уже неудержима. Это снежный ком. Он уже несся. Он несся. И 8 лет это достаточный срок, положенный Обамой, для того, чтобы уже инерция, уже оно ушло по инерции. И, кстати, вначале это надо было дать разгон. Вот когда ты сбрасываешь что-то с горы, для того, чтобы придать движению, ты должен приложить усилия. Но затем оно идет по инерции. Поэтому инерция уже началась. Но, видно, по молитве мы понимаем народа. Плюс возмущение пришло в американском обществе относительно местоположения эмигрантов и афроамериканцев в обществе тоже. И белые возмутились. В подавляющем большинстве белые, то есть мы будем говорить так, это рабочий народ. И фермеры американские, они возмутились. Так вот, в этой лавине, Бог поставил пока, придержал, придержал то, что уже началось, в виде и в лице президента Обамы. Но это на короткое время. Хорошо. Продолжай. Я тоже эту мысль немножко оставлю. Хорошо. Смотрите, если даже взять то, что взять Трампа еврей, у нас уже был прецедент. Еврей выиграл выборы, но, извините, ему не дали. Ты говоришь за кого? За гора. А, понятно. Ему не дали. Не дали. Потому что это еврей. И в данном случае это тоже еврей. И мы не знаем, дадут ему возможность или не дадут. Это тоже очень важно. Но следующая фигура, возможно, будет снова той, которая примет антисемитское направление. Оно должно, даже по Писанию должно быть. И вот по Писанию, вот Захарий, интересная глава. Смотрите, вот наступает день Господень, и разделят награбленные у тебя среди тебя. И соберут все народы на войну против Иерусалима. И они скажут, отдайте нам Иерусалим. Точно. Почему? Сегодня столько голосов, если мы прислушаемся. Иерусалим это интернациональный город. Он не принадлежит никакому государству. И вот это поставят тогда Израилю. И это говорят раввины. Это говорили люди 250, 300, 400, 500 лет назад. Они говорили, это поставят. Почему? Мы не знаем. И вот снова я говорю, на человека сойдет определенный дух. И мы знаем, что антихристом станет тоже человек, на которого сойдет определенный дух. Совершенно верно. До этого времени это будет простой человек. Возможно, мудрый политик, мудрый философ, мудрый, как говорится, бизнесмен. Возможно. Но после этого, когда на него сойдет дух, это уже будет совсем другой человек. Несомненно. Это уже будет не та личность. Это уже, возможно, будет та личность, но с другой духовностью. И в Библии есть очень интересное выражение. В книге Откровения. Я не знаю, к этому оно или не к этому. А ну-ка. Смертельная рана его будет исцелена. Совершенно верно. Помнишь, за Ленина говорили, там прочее. Но я к чему просто сравниваю. Дело в том, что говорят, что сатана это обезьяна Бога. Он копирует все то, что было сделано у Бога. И в данном случае была смерть Христа. Трое суток. То есть люди спросят, а как же трое суток? Я привожу еврейские сутки. Еврейские сутки начинали в 6 часов вечера в то время. И кончались в 6 часов вечера на другой день. Совершенно верно. Да. И вот мы смотрим. До 6 вечера он умирает. Это первый день. Суббота он лежит. Наступает воскресенье. И утром, когда уже прошло примерно 12 часов следующего дня, он воскресает. То есть по календарю это 3 дня. Здесь тоже, возможно, будет эта ситуация. Возможно, этого великого человека. Возможно, кто-то... Как у нас сегодня делается очень много мудрых политиков, их стараются убить. Ну, мы знаем даже вот и с Кеннеди, и с другими. Не называй его мудрым. Ты оскорбляешь чувства верующих. Я понимаю. Я понимаю. Но хотя бы я его называю мудрым потому, что он предупредил... Нет. Что он предупредил, то есть он... С Хрущевым решил вопрос. Да. Кубинский кризис. Совершенно верно. Да. И атомные бомбы стояли рядом с Америкой. Он это нейтрализировал. Хотя бы поэтому. Принимаю, да. Хотя бы поэтому. И мы видим дальше, что возможно и этого великого человека кто-то убьет. Три дня тело будет лежать. И люди увидят эффект воскресения. Люди это увидят. И им скажут, вот смотрите, вот это ваш Бог. И тогда, возможно, этот человек и поведет всех на Иерусалим. Так же само Павел в Ефесянам, то есть в Фессалонитейцам 2 глава тоже говорит. Пока не откроется. И тогда он сядет в храме как Бог, выдавая себя за Бога. И мы ведь... Но что интересно, что евреи допустят в храм, евреи, которые во всех своих талмудах, во всей своей догматике не допускали того, что человек может быть Богом. Каким образом они все-таки пойдут на компромисс? Ну, знаете, есть такое шутейское выражение. Против силы не попрешь. Понятно. Когда у этого человека будет сосредоточена сила, власть, положение, тогда ему уже никто не будет мешать. Тогда ему никто не будет мешать. Понимаете? Когда у человека есть власть. Дана ему власть. Так написано, да. Все. Мы говорим, на человека сойдет определенный дух. Это будет духовная личность. И мы видим, что будет война против Иерусалима. Именно против Иерусалима, в которой будут участвовать и евреи. И как сегодня евреи говорят, что именно там, около Иерусалима, который будет приманкой для многих народов. Ну, Юр, мы знаем, что такое приманка, да? Ну, конечно. Рыбку ловим, что-то на крючочек. Ну, ты говоришь, что когда уже будут разворачиваться события Армагеддона, да? Когда сойдутся все. Ну, вы знаете, Юрий, я немножко как... Скептически. За книгу Откровения не то, что... Эта книга зашифрована в символах. Я не боюсь это сказать. Ну, да. Но это все понимают. Я тоже так понимаю. Потому что многие пробовали ее толковать. Конечно. И толкование не отвечает на те вопросы. Пару вопросов ставишь, и все. И толкование разбивается. И плюс. Помнишь, хронологически хотели определить послание всем церквам. И говорили, Лаодикия, это последний период. Частично согласен. Но целый ряд моментов и пергамского периода, и эфесского периода, и элодийского периода, они переплетенены. Поэтому выразить или вырвать из контекста, и говорить это только для Лаодикии, если мы видим ряд моментов, то, о чем мы беседовали с тобой до эфира, относительно пергамского периода, да он настолько ярко выражен сегодня, что сатана имеет престол в церкви сегодня. Я с вами согласен. Ты живешь там, где престол сатаны. То есть церковь взяла пергамского периода, сегодняшнего периода, если хотите, посадила, взяла этот престол, водрузила к себе на пьедестал, и водрузила туда сатану. Но я не говорю за истинную церковь Иисуса Христа. Я говорю за то, что названо сегодня в кавычках церковь. Хорошо. Я понимаю, сегодня идет сильное охлаждение в церкви. Сильное, сильнейшее. Почему? Потому что взять буквально лет 15-20, я не знаю, вот я покаялся где-то около 30 с чем-то лет назад. Я помню. Да было совсем другое. Было другое. Да люди горели для Бога. Извините, наш маленький шахтерский город. Извините, я работал в шахте, и мне показывают, вот ты видишь, идет этот. Я говорю, да, я этого человека знаю, я с ним в церковь хожу. Говорят, а ты знаешь, кем он был? И мне рассказывают историю. Я думаю, господи, ну кто мог этого человека, которого боялись все? Так поменять. Так поменять. Точно. Через проповедь Евангелия. А сегодня я смотрю миссии туристические. Ну хорошо, поехали в Мексику, там пару мексиканских песен натанцевали и до свидания. Проехали домой. Я многим миссиям говорил, ребята, для того, чтобы миссию надо послать людей, чтобы они жили там среди этих людей. Дюра. Чтобы они проповедовали. Меня показывают операторы, что осталась одна минута. У нас с тобой интересная беседа. И она заканчивается на интересной ноте. Это причина к тому, чтобы продолжить нашу с тобой беседу. Ты снова приглашен на следующую программу. Мы закончим на мажорной ноте. Все-таки пришло время для того, чтобы восклонить голову, потому что приближается. Не нагнуть голову, не повернуть голову, не перевернуть голову, но восклонить голову, потому что приближается наше избавление. На такой ноте. Давай мы благословим наших зрителей. Господи, мы молимся за каждого из наших друзей. Те, которые смотрят сегодня. Господи, я знаю, что Ты готовишь многих и многих ко встрече с Тобой. Духом Святым говори днем, говори ночью, говори на постели, говори в машине, говори на фривеях, говори в школах, говори в учебных заведениях. Говори так же в наших церквах, говори Духом Святым, говори через помазанное слово. Пусть этот набат звучит, пусть слово Твое звучит для предостережения, для наставления, для обличения. Господи, мы открыты для движения Твоего Святого Духа. Благословляем каждого, кто проходит через любые ситуации, любые долины, любые трудности, любые обстоятельства. Во имя Иисуса Христа мы благословляем вас. Будьте благословены. Оставайтесь с нами на импакте. Помните, Иисус Христос любит вас, мы так же любим вас. Будьте благословены. Будьте благословены. Спасибо. Будьте благословены. До встречи. До встречи. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова